Всем привет! Вы на канале NG Build House и с вами Место Городник. В прошлый раз мы готовились к посадке. Всё приготовили. А сегодня мы поговорим с вами о семенах, поговорим о культурах, которые мы сеем первыми в феврале, сделаем обработку семян, замачивание семян и повысим схожесть. Итак, первый пункт. Что мы сеем первыми в феврале? Это обычно 4 культуры. Это сельдерей корневой, томаты, среднерослые и высокорослые. Дальше баклажанчики и перцы. Сегодня мы начнём с вами перчиков. Я сделала расчёт посадок для тебя. У неё есть теплица и огород. Для того, чтобы сделать расчёт посадок, вы тоже можете присоединиться. Я выложу такие видео более подробно, как я это делаю. На канале есть видео «Огородные дела без суеты. Создайте трать садоводов тебе». Вы тоже можете создать, присоединяйтесь, посмотрите. Ну а сегодня у нас разговор о перчиках. У меня есть такие чудесные пакеты. Я буду себе сажать обычные перцы и острые. Я взяла несколько видов перцев. Специально взяла новые, которые я ещё не пробовала. И перчики, которые у меня уже хорошо росли в том году. Ну, начну с новых. Вот в этом году я хочу попробовать перец сладкий «Белодёрка». Вот этот вот перчик попробуем, да, посадить. Дальше перец сладкий «Доли». Перец сладкий «Иола лунгер». Этот перчик у меня уже был, он иностранный. И это будет эксперимент у нас с вами. Он уже просроченный пакетик. Мы посмотрим, зайдут семена у нас или нет. Перец. Очень мне нравится «Зелёное чудо». Я уже его несколько лет, на протяжении, наверное, пяти лет постоянно сажаю. Мне он очень нравится. Он зелёненький, вкусненький, быстро растёт и хороший. То есть вот этот вот перчик я опять купила новую упаковочку. И это мои уже семена. Тоже посмотрим, правда, у него уже долго, много лет. Посмотрим, зайдут они или нет. Так, ну и мы с вами сейчас начнём, правильно? Перед тем, как мы начнём, я убираю. Берите себе клеёночку. Так. Чтобы у нас всё было аккуратно, чисто. Вот тоже нам такая есть. Вот. Некоторые садоводы делают тестирование семян. Но у меня сегодня времени нет. Я хочу по-другому всё сделать и начну с обработки семян. Но кто хочет сделать себе тестирование семян, то есть проверить на всхожесть, для этого вы берёте один стакан воды, можно тёплой лучше воды, и две ложки соли. Вот добавляют, всё размешиваете, перемешиваете, да. И смотрите, если семена осели, вот эти вот осевшие мы с вами и берём, а которые всплыли, значит, они непригодны для посадок. Ну, а мы с вами займёмся обработкой семян. Да, берём стаканчик и делаем слабый раствор марганцовки. Много не надо. Вот. Давайте попробуем. У меня вот есть такой пакетик. Я его открыла только что. Может быть, у вас есть, я вам показывала в прошлом видео, таких, да, баночках. И делаем слабый раствор. Берём себе палочку. Сейчас посмотрим, получится у меня этот слабый раствор. Лучше немножко, да. Ну, вот, чтобы было в том удобно. Вот у нас с вами получился цвет, да. Потом вы себе приготовьте, пожалуйста, вот такие, вот мы тоже говорили. Можно взять из марли штучки, да. И поехали. Берём первое, обрабатываем семена, первое, ну, возьмём своё любимое «Белёное чудо». Высыпаем вот сюда вот в марли. Думаю, видно, да. Так. И берём вот такие вот резиночки. У меня вот они тоже маленькие. Резиночки для волос. Здесь продаются эти маленькие. Не знаю, видно, видно ли. И чтобы наши семена с вами не выпали. Так, резиночкой делаем. Да. И ставим вот сюда. Стакан. Это у нас с вами «Зелёное чудо». Ставим мы с вами примерно на 10 минут. Можно на 30. Да, 15, точно 30 минут. Всё, это у нас «Зелёное чудо» поехало, да. Дальше. Следующий. Ну, тоже возьму «Зелёное чудо», только мои семена. Но ещё раз говорю, что им очень-очень-очень много лет. Мы посмотрим, проклюнутся, не проклюнутся. Вот так вот. Много не будет. Берите побольше, потому что мы не знаем, какие у нас зайдут, какие нет потом. Я сейчас не сильно экономлю. Раньше я по одному там вымеряла. Так, вот это у нас с вами «Зелёное чудо» вот сбоку у меня стоит. Так, всё. «Зелёное чудо» мы с вами поселили. Уберу вот сюда в сторонку. Следующие вот доли, да. Я их ещё вот столько открываю. Многоенькие. Перец сладкий доли. В F1. Попробуем, что с такой ещё не пробовала. Берём опять же маленькую надвочку. Многие скажут, как же узнать, потом название, да, не перепутать. Сейчас вот это. Здесь у нас совсем их немножко. Но, в принципе, они уже обработаны. Не зелёненькие. Покажу на камеру. Вот они зелёненькие. То есть их уже обработали. Их тут пять штучек. В общем, я не перепутаю. А для этого у меня ещё был такой степлер. Я его сегодня не взяла с собой. Чтобы вам показать. И просто там пишу ручкой. Вот здесь даю доли. Да. И вот сюда вот так вот степпером. Ну, раз и делаю, да. Ну, сейчас я прям вот сюда вот так поставлю. Что-то у меня доли. Так, всё, доля постоит. Дальше. Следующий перчик у меня это белозёрка. Вот раз вот так вам скажу. Да, белозёрка. Попробуем, что у нас доли мы убираем. Белозёрка. Так же самое берём и, в принципе, я думаю, понятен. Много не буду. Я ставлю. Даже немного. Телочек пять. Смотря сколько вам надо. Зайдут, конечно, не все. Поэтому я лучше сейчас побольше в этом году делаю. Чтобы потом опять придётся заново делать новую поставку. Всё. Ну, так мы с вами делаем. Продолжаем. В принципе, это всё не сложно. Это у нас с вами, чтобы не забыть, белозёрка. Ну, поставлю букву «Б». Да. Ну, прям можно даже вот отсюда бы белозёрку так кусочек себе, да, взорвать. И прямо вот сюда, если что, без степера тоже можно, здесь можно выкрутиться. Всё у нас белозёр. Белозёр пошёл сюда. Белозёрка. Так. Всё это в один вот этот вот пакетик. Пусть себе стоит. Ну, и я ещё хотела перец сладкий, и улово, бомбер. Это опять работаем обработку семян. Марганцовкой. А зачем мы это делаем? Мы призараживаем семена. Ну, вот, например, там уже, да, в другом... Я, наверное, побольше всё-таки сюда насыплю. В другом пакетике, было видно, они зелёненького цвета, мы сейчас их уже обработали производители. Ну, нам всё сделаем, потому что перцы входят в твух. В том году, я долго ждала, пока они у меня взойдут, потому что там разные на них условия влияют. Ну, конечно, ещё качество семян тоже очень важно. И всё. Вот это у меня будет иола вундер. Ну, опять же, не будем сильно это. Вот так напишем и о. Да? Вы будете знать, какие у вас семена. Запишите себе, что вы их посадили в план посадок. Посмотрите у меня на канале. Есть петрадь, я там же скажу всё. Так, вот эту иолу мы куда-нибудь туда, чтобы она у нас тоже не потерялась. Но лучше, конечно, было это делать с тетером, который я забыла. Ну, ладно. Ничего, так тоже нормально, всё будет понятно. Всё. И пусть наши перчики теперь стоят. Итак, смотрите. Я сделала ещё острые перчики. Это дракошу. Другой стаканчик. Вот такой вот кустарный маленький перчик. Его можно выращивать и на подоконнике. Он совсем маленький. В горшочке. Перец острый, чудо подмосковья. Это новая для меня. Вот если дракошу, я уже выращивала хороший перчик. Так, чудо подмосковья новый попробую, острый. И мексиканец. В том году у меня был тоже отлично роз. Его тоже можно и на подоконнике, и просто так вырастить в домашних условиях или на огороде. в его месте. Вот мексиканец. Вот эти вот у меня там осталось всего три семечки. То есть всё я туда уже сделала. И всё мы это ещё раз напоминаю, оставляем на 10-15-30 минут. Ну вот у нас уже прошло. Вот в первом стаканчике пока я всё делала дальше, да. То есть можно недолго это всё делать. вынимаем. Ну, например, вот сюда. Вот. Желательно, вот мы выжили, да, промыть. Хоть это ничего страшного, мы это выжили. Ну, сейчас мы быстренько это промоем. Вот. Мексиканцы у нас пусть пока ещё стоят наши острые перчики. В принципе, уже готовы. Ну, так вот. Всё удобно. Ну, так положим. Промыли. Ну, всё, да. Можно под краном. Вот я сейчас вам показываю здесь. Да, спокойно, аккуратненько промыть проточной водой. Итак, прошло 10 минут или, может быть, больше времени и наступает второй этап. Нам нужно с вами повысить схожесть. Для этого мы используем циркон или эпин. Что у вас есть? У меня есть и то, и то. Вот циркон и эпин, потому что занимаюсь давно. У меня большие упаковочки такие считаются, да. Вот. А также они продаются в таких пакетиках. Нужно попробовать их купить. Я думаю, про них все знают. На стакан воды, да, на стакан воды немножко дольем. Нам с вами необходим одну-две капли циркона или эпина. делаем, давайте, две капли. Ну, давай. Вот, отлично. Так. Все закрываем. Перемешиваем. Для чего они нужны, эти вещества? Конечно же, для симуляции роста для наших семян. очень полезные. И ставим теперь все это дело на 8-10 часов. Если у вас нету столько времени, да, если даже вы про них забудете, ничего страшного. Вот так вот поставили и куда-нибудь ушли своими делами заниматься, да, на работу. Но если вдруг у вас нет времени, то можно и на полчасика, и на часик. Итак, у меня прошел час, вы можете оставить подольше, как я сказала. Для чего мы это сделали? Чтобы повысить схожесть, симуляцию роста сделать. Вот, а сейчас мы займемся доначиванием семян, опять же, чтобы они немножко быстрее проросли. Если вы такие процедуры не сделаете, да, вот перед этим обработку семян, схожесть повысите, то ничего страшного, потому что они у вас и так, если хорошие семена, прорастут. Да? Ну, я, в принципе, вот люблю это делать, чтобы побыстрее, чтобы уже точно видеть, кто там пророс, да, и что берем формочку любую, которая у вас есть, ватные, ватные диски. Вот я здесь делаю 6 штук. Вот так вот. Дальше пульверизатор и брызгаем. Да, чтобы вот не надо их мочить, потому что сильно, тоже мокрые не надо. Среди, да, брызгаем из пульверизатора. Сейчас вам покажу. Вот, да, и такие вот диски, и такие, полувлажные. Если еще немножко, можете даже вот так сделать, даже получше будет, да, вот так вот, да. все отлично у нас с вами получилось. Теперь самочку любимую у меня процессик. Берем наши семена, которые мы с вами обрабатывали. Если буквы такое у меня производили, ничего страшного, берите просто обычные семена, да, они и так благополучно у вас, если хорошие, взойдут. Ну, я все-таки проводила обработку. Смотрим, вот у меня мексиканец мой, который острый перчик, да, ну, вот возьму я его сюда с этой стороны. Ну, вот так вот тихонечко, у меня есть удобная для этих целей палочка. Ну, вот так вот сюда я аккуратно эти семена просто. Вот, иногда можно даже пальчиками ничего страшного если они не идут палочкой. Так, где-то у меня третий потерялся. Вот он. Вот, все. Дальше поехали. И так мы с вами дальше, да, делаем. Только не забудьте сюда, кому, бумажечку, да, что это было у вас, да, семечко. Вторую берем, одну покажу. Также и вот этот вот мексиканец, который вот у нас, просто его вот так накрываем. И все. Ну, так вот делайте и дальше встретить. я думаю, понятно, да? и дальше Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ребята, смотрите, прошло 3 дня, и мы можем убедиться, что наши перцы уже проросли. Давайте я вам покажу. Вот, второе, второе. И первое у меня проросли белозерка. Вот. И, о чудо, пророс. Посмотрите, какой красавчик. Помните, я вам говорила в начале видео, перчик называется сладкий Иола Бондер. Да, он у нас просроченный, вот, до 21-го года. И это был эксперимент, прорастет он или нет. И он пророс одним из первых. Да, вот еще 4 штучки наши пока не проросли, им еще надо время. Но вот эти вот проросли. Это ура, то есть, это о чем говорит, что мы с вами не зря сделали, да, сделали такую обработку, как обработку семян, схожий семян и замачивание семян. Видите, перчик пророс за 3 дня. И вот еще пророс. Очень хорошо, просто это чудо Подмосковья, острый перчик. Прям весь вообще. Дракоша еще сидит, ждет. И мексиканец тоже. Так вот. Это нам с вами говорит о том, что мы не зря с вами делали все эти процедуры. Присоединяйтесь к нам на канал. Ставьте лайки. Всем пока. До новых встреч.